Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 в студии Кирилл Гусев. Как всегда, вначале расскажем о главных темах выпуска. Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае растет. Как работают медики в красной зоне, узнаете в нашем выпуске. Правительство Алтайского края расторгло договоры с подрядчиками на строительство школы в Троицком районе и в детском саду в Целином районе. По какой причине и кто будет завершать объекты, расскажут наши корреспонденты. Прокуратурой Алтайского края обжалован приговор экс-замминистру Алтайского края Елене Кравец. Подробности в нашем выпуске. Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае растет. Пациентов в диагностическом центре принимают круглосуточно. На него ложится основная нагрузка, поэтому центр адаптируется к меняющимся условиям. По какому графику работают врачи и как долго сидят в очереди пациенты, узнала Анастасия Меньшакова. Еще пару месяцев назад в диагностический центр привозили 150 пациентов в день для первичной диагностики коронавируса. Сегодня эта цифра увеличилась в разы – 350 пациентов в день. Сюда поступают пациенты с признаками пневмонии и температурой. В обычном режиме больной узнает, поражены ли его легкие ковидные инфекции за полчаса. Но сейчас он может провести в очереди до 2-3 часов или даже ждать на улице. Появление второго томографа позволило развести потоки от скорой помощи и поликлиник, чтобы больные меньше контактировали друг с другом и быстрее проходили обследования. Но рост заболеваемости растет. Считаем, что такое увеличение количества пациентов связано с тем, что на ковидную инфекцию, на ее проявление, наслаивается сейчас еще и сезонное проявление ОРВИ. Соответственно, пациентов становится больше. И, к сожалению, клинически отличить обычную банальную ОРВИ от ковидной инфекции чаще всего очень сложно. Без дополнительных лабораторных тестов. Когда пациент попадает в диагностический центр, у него берут мазок, общий анализ крови, а затем проводят компьютерную томографию. Только по результатам всех анализов терапевт может поставить диагноз. Нагрузка на центр большая. Так, компьютерный томограф обслуживают 12 врачей и 7 рентген-лаборантов, чтобы круглосуточно принимать больных. На мне надет легкий вариант защиты, потому что я непосредственно с больными не контактирую. Но Роман Мерзлов, рентген-лаборант диагностического центра, на протяжении многих часов носит вот такое облачение. Скажите, сколько часов вы сегодня провели в нем? Здравствуйте, 12 часов. Ну, костюм слегка, скажем так, неудобный, жарко, тело не дышит, но зато прекрасно защищает от всех, так скажем, извне нападений. С помощью компьютерного томографа можно увидеть все патологические изменения в легких. В двух случаях из трех у пациентов, поступающих в диагностический центр, выявляют вирусную пневмонию от ОРВИ, но она схожа с ковидной. Поэтому нужно дождаться результата всех анализов. Выявленные изменения классифицируют по системе КТ. Чем больше поражения легких, тем цифра выше. Это ковидная пневмония, вот так она выглядит. Это участки матового стекла, это затемнение. И на фоне этого имеются зоны консолидации. То есть и мы оцениваем поражение легких, то есть в зависимости от объема. То есть это до 25% это будет КТ-1, до 50% КТ-2, до 75% КТ-3, ну и выше это уже КТ-4. Основная нагрузка ложится на диагностический центр, хотя под диагностику вирусных пневмоний задействовано еще пять площадок в крае. Чтобы увеличить пропускную способность, для чтения томограмм подключили специалистов из Федерального центра травматологии и ортопедии, больницу скорой медицинской помощи и онкологического диспансера. То есть они дистанционно, не выезжая, не находясь на этой площадке, видят результат проведенного исследования, оценивают, готовят заключение. Это заключение уже получает врач, который находится непосредственно здесь. Здесь ведутся подготовительные работы и в городе Барнауле в 12-й и 4-й городских больницах в ближайшее время также будут установлены компьютерные томографы. То есть это еще, ну скажем так, разгрузит в том числе и данную площадку. Врачи говорят, не всякое повышение температуры и насморк требуют проведения КТ-исследований. Скорую следует вызывать, есть ли у человека длительная лихорадка и отсутствует эффект от проводимой терапии. Главное – сохранять спокойствие. То, как быстро нормализуется ситуация, зависит и от населения. Будет ли оно соблюдать элементарные правила – носить маску и соблюдать дистанцию. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости. Вспышка вируса COVID-19 произошла и в баскетбольном клубе «Барнаул». Об этом руководство команды сообщило в социальных сетях коллектива. Кто именно заболел, игроки или тренеры, пока не уточняется. Уже точно известно, что ближайший матч БК «Барнаул» в рамках 1-16 финала Кубка России против московской команды «Руна Баскет», запланированный на 4 октября в барнаульском спорткомплексе «Победа», переносится на неопределенный срок. Напомню, что несколько дней назад игроки и тренерский штаб БК «Барнаул» вернулись из Магнитогорска, где играли на групповом этапе Кубка России. Алтайская команда заняла первое место в своей группе, обыграв «Красноярский Енисей-2», «Тобольский нефтехимик» и местный БК «Беталург». Прокуратурой Алтайского края обжалован приговор экзамминистру Алтайского края Елене Кравец. Напомню, бывшую чиновницу обвинили в получении двухмиллионной взятки. Их она получила в виде ремонта квартиры и бытовой техники. Суд назначил Кравец штраф 4,5 миллиона рублей, плюс взыскание суммы взятки более 2 миллионов рублей. Кроме того, у нее конфисковали гараж и деньги на общую сумму около 1 миллиона рублей. А также запретили занимать госдолжность в течение пяти лет. Как нам сказали в прокуратуре Алтайского края, в связи с мягкостью наказания гособвинителям подано апелляционное представление. Оставлен вопрос об изменении приговора и назначении Кравец наказания по части 6 ст. 290 УК РФ в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть на сумму более 45 миллионов рублей. Сегодня военные перекроют Чуйский тракт. Трасса будет закрыта между Зато-Сибирске и Садоводством Горизонт с 14.20 до 15.20. А вечером трасса будет закрыта между Сибирским и Косихой на 2 часа с 19.50 до 21.50. Госавтоинспекция края просит с пониманием отнестись к ограничениям и заранее выбирать пути объезда. Правительство Алтайского края расторгло договоры с подрядчиками на строительство школы в Троицком районе и детского сада в Целином районе. Строители не выполнили работу в срок. О проверке проблемных объектов расскажет Анна Москаленко. Печальное зрелище. Так прокомментировали краевые власти строительства школы на 140 мест в селе Заводское Троицкого района. Исполнители начали ремонтные работы в конце 2019 года. И уже в конце нынешнего должны были сдать готовый объект. Уже октябрь, но до сих пор на объекте не начато строительство первого этажа. Прекратили работу, помогали им, но учитывая, что там была куча требований со стороны третьих лиц с подрядной организацией, так они и не смогли продолжить строительство. И поэтому 15 августа с ними контракт был расторгнут. В силу закона генподрядная организация включена в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас ведутся переговоры с потенциальным исполнителем. Представители единого регионального стройзаказчика дают прогноз. Школа по новому плану будет сдана в декабре 2021 года. Стройка – дело непростое. И мы понимаем, что кто-то переоценивает свои возможности, кто-то идет с благими намерениями, а потом все-таки вынужден расписываться в своем бессилии при решении каких-то вопросов. Здесь, наверное, очень важно то, что мы ведь не только хотим инспектировать снова же, мы пытаемся вникать в ситуации, которые возникают, и где есть возможность оказывать содействие. А это строящийся детский сад в селе Воеводское Целиного района. Объект завершен на 70%. Но, опять же, сроки сдачи истекли еще в декабре прошлого года. Подрядчик признался в некомпетентности. Ему осталось завершить уже начатые этапы работ. Хотите выйти с достоинством из этой ситуации? Я буду с достоинством из этой ситуации. Доделали и ушли. Все. Мы дальше его доделаем, как уже без вас. Планируется, что к следующему учебному году детский сад начнет работу. Устроить заказчика будет возможность выбрать компетентного исполнителя. С 1 сентября в 44-й федеральный закон внесены изменения о возможности выбора исполнителя. Законодатель дал право заказчикам проводить на выполнение строительных работ, проводить конкурсы. Помимо аукционов, конкурс дает возможность более внимательно рассматривать участников, которые подают документы. Это с точки зрения их компетентности, с точки зрения наличия опыта положительного, с точки зрения опыта производственного выполнения в данном субъекте, в конкретном субъекте, где непосредственно они выходят на конкурс и пытаются построить объект. Ход строительства соцобъекта взят на контроль лично заместителями правительства Алтайского края. Проверки будут проходить регулярно для того, чтобы детские сады и школы открывались в срок. Анна Москаленко, Анатолий Фукс. Новости. День памяти Василия Шукшина отмечают сегодня в Алтайском крае. Прямо сейчас на родине писателя в селе Сростки находится наш корреспондент Анастасия Меньшакова. Анастасия, здравствуйте. Расскажите, что подготовил в Мемориале музея имени Шукшина. Здравствуйте, Кирилл. Буквально несколько минут назад в Сростках открылась выставка «Два Василия», посвященная дружбе двух писателей – Василия Шукшина и Василия Белова. Куратор выставки Валентина Евтифеева несколько месяцев занималась организацией выставки. Валентина Николаевна, вот скажите, сегодня день памяти Василия Макаровича, но героев выставки двое. Почему так получилось? Эта выставка вообще-то назрела уже давно, так сказать. Пришло время сделать такую выставку. Это первая выставка, которая рассказывает о дружбе двух писателей, потому что они действительно были близки друг к другу. Это не пафосная дружба, это настоящая человеческая, искренняя дружба. Они очень поддерживали друг друга и в творческой деятельности, и в семейных делах. И пришло время, потому что накопился материал. Это выставка, совместный выставочный проект с Кириллом Белозерским, историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, филиалом которого является музей квартиры Василия Ивановича Белова. Материалы, которые касаются Василия Ивановича Белова, они представлены именно из музея квартиры Белова. А вот подскажите, можно ли сказать, что Василий Белов сильно повлиял на творчество Василия Макаровича Шукшина? Ну, повлиял, это неправильно сказано, конечно. Они были писатели одного плана. Их причисляют к такой категории писателей, как деревенщики. Такое есть слово. Это действительно так, они вышли из деревни. И главная тема их творчества – это тоже деревня. Они не изменили себе. Они не изменили той народной мудрости и правде, которую приобрели с детства, живя в своих крестьянских семьях. И это самое главное. Это они пронесли через всю жизнь. Это непросто остаться собой. Это непросто. И это не каждому по плечу. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катань-24. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok